всем доброе утро представляете у нас растаял снег я уже даже не надеялась птички поют тепло но какой-то ветерок сегодня мне нужно обработать сад и помыть теплицу это программу максимум и попытаться убраться на участке ну посмотрим потихонечку я снимаю укрытие он снялась с елки коника немножко она подгорела но я ее и стал это спасать потому что посмотрела она начала немножко гореть но я думаю что восстановится сейчас сниму вот этот вот укрытие с радодендрона ему главного ярко весеннее солнце то есть он как хроники горит когда они оттаяла земля все земля тут уже оттаяла я сниму что у меня здесь здесь тоже маленький родик я сейчас уберу все вот этого с розы но она мне если честно подгорела потому что я чуть ничем не укрыла и когда сошел снег она видимо погорел ничего она восстанавливается сам же тоже сняла тоже укрытие подскажите что можно пролить для для того чтобы он был зеленее для хвойных подойдет препарат которую улучшает хвою смотрите вот видите можжевельник он сейчас какой-то бурый ржавый он сейчас через какое-то время восстановится будет таким даже в голубоватую оттенок а нет этот у меня больше лимона вот этот вот больше голубоватый и еще посмотрите это я потом буду вытаскивать ну каждый здесь надо мне порядок наводить и вообще переделать эту кумбу потому что очень тонкий материал это крошка все пробился чем вся трава тут прорастает я потом буду переделывать посмотреть это маленький барбарис у меня ползучий есть ну вот низкорослый я их отсюда пересажу и буду с ним делать бордюр то что листики похожи на самшит вот розочка видите она в не очень хорошем состоянии сейчас я ее обрежу жалко на бы нас еще год не лениться ее тоже укрыть вот здесь можно посмотреть как у меня укрыт рододендрин сделала накрыла чем вот нашла то есть был темным укромного материал можно светлым главное его притянить от солнца и я делаю ему каркас потому что но по глупости посадила под крыши и входит снег чтобы его просто не разломил больше ничего я с ним не делаю я сняла все укрытие смотрите вот видимо это попадало на солнце это действие что побурело а все остальное он в хорошем состоянии еще он не поднял листики я буду конечно проливать его буду хелатом железо буду подкислять мы восстановим посмотрите вот это вот точно цветочные почки вот вот цветочные почки вот это я не знаю что скручились листики может быть какая-нибудь бактериальная либо ожог потому что хотя ожог у меня вроде было все закрыто но посмотрите это тоже почечки цветочные вы представляете максим сказал что у нас караси всплыли они но знаете что любит есть машкин корм кошачий сейчас попробуем посмотрим на не пугливые вот если видеть человека не не сплывут давайте я схожу за кормом попробуем вода пока прозрачная пока не не взбаламутили но если честно мы уже пруд вот они у нас уже зимовая ой зимовая зимует уже второй год вторую зиму естественно два года мы не моем раньше мы спускали полностью сливали весной прудик чистили вот эту пленку всю но после того как они у нас появились естественно мы ничем не химии не добавляем я знаю что продается по моему в леруа или в обе биопрепараты специально которые можно с рыбами использовать но так как караси они баламутят ил а внизу там ила порядочно но вот в таком состоянии он редко бывает в основном вода конечно мутная я очень хочу купить нимфею очень хочу купить нимфею прям не могу не знаю где не продаются хочу знать такое чтобы вот и с одной стороны был не слишком махровый цветок ну и непростой как губала вон они я тут стою я не знаю видно это на камеру или нет я стою не шевелюсь его на не всплывать такие жирненькие у нас их было по моему то ли 11 то ли 13 их штук мы закончили работать и временно поедем покатаемся на небе максим сегодня переобулся и если будет что-нибудь интересно я сниму отдельный влог а если нет просто знаете что мы сейчас поедем прокатимся и спробуем новую рубину ален пойдем мы обулись специально вот так вот потому что знаю что мы можем застрять и потом идти нам по болотам пойдем нет она не без шипов она просто она без шипов так что поехали мы я просто знаю что не всем нравятся наши покатушки поэтому если вдруг что будет интересно я сделаю отдельное видео о это что а ты потом будешь мыть ее да у нас автопарк велосипедов но пойдем ключ ну ладно пойдем а покажу сейчас красиво нашу резину полина что-то давай пока но о да это максим сегодня ездил требоваться ну что посмотрим 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 а оставайтесь с нами дети обожают ну а может не надо не надо а а а почему когда я Резин работает. Мы вот так немножечко покатались, в самый глубь не поехали, потому что еще очень мокро, боялись застрять, то есть не хотели жестить. Так, прокатились, помесили грязь, проверили резину, остались очень довольны. Потом вернулись и продолжаем работать дальше. Решила я снять укрытие со своей розы, потому что уже начали просыпаться почки. Вон ко мне пришла моя подружка, соседская девочка. Самое сложное с розы снять укромного материала, потому что она цепляется. Я вся поцарапалась. Это я еще ее не вешала. Открыла я листопадный рододендер. Смотрите. Сделала я, короче говоря, глупость. Он у меня так пышно целый, я его первые года укрывала, а потом плюнула и думала. Везде написано, что они листопадные, более выносливые, чем вечно зеленые. А получается нет. Я не помню, что за сорт у меня где-то остался. Он беленький, нежно-желтый цветет. И вот смотрите. Вот получается. У меня выжило две ветки. Вот сейчас вот почечки вроде бы есть. Но мне хочется низенький пышный куст, а не вот этот. Она так жалко обрезать. Не знаю, пойдет внизу или нет. Вот посмотрите, вот эта ветка, она вся высохла. Но вот сейчас я буду... Вон, тоже веточки пошли. Не знаю, может быть я по одному, знаете, как буду. Вот это я в прошлом году обрезала, но они все сухие, не проснулись еще в почке. Буду по одному, наверное, вот эту обрежу. Потому что здесь очень много почек. И мне так жалко. Вот, ну попробуем. У меня с вечно зелеными как-то больше складывается. Сейчас я полью, потому что уже очень такой сильный ветер, иссушающий. Солнце светит. Они, конечно, любят дождевание. Ну, у него листьев нет, но все равно, конечно, я его полью. И сейчас полью вечно зеленые. И потом вам покажу, как они себя чувствуют. Вот смотрите, немножко стала открывать. Вот здесь вот у меня голубика закрыта. Вот эта у меня в прошлом году плодоносила. Я ее открыла, но пока мульчу не отгребала. Потому что у нас на неделе будет мороз, обещают. Вот еще, смотрите, сейчас покажу. Розочка у меня открыта. Пока она так будет лежать. Ничего с ней делать не буду. Уже сейчас покажу. Уже, вот видите, пошли почечки. Поэтому я подумала, что надо ее открывать. Иначе, когда буду снимать укрытие, ну, переломаю. И, наверное, на следующих выходных надо ее уже подвязывать. Иначе тоже, когда подвязываешь, можно обломать вот, если большие ростки. Так, вот этот рододендрон я открыла только наполовину. Тоже мы его сейчас польем немножко. Тут я оставила сосны для прикрытия. Вот. Вот эти вот почки, ну, такое ощущение, что они... Ну, то есть это листочки, они цветочные. Посмотрим. Написано, что это Хельсинки Университи. У меня большой такой. Ну, вот проверим. Этот сорт или не этот? Я его покупала в коробке. Смотрите, шмель летает. Вот. Так что посмотрим. А это мое чудо Якушиманский. В прошлом году он цвел. Посмотрите уже сколько цветочных почек. Вот почему-то с вечно зелеными. Ну, хотя у меня были, конечно, неудачи тоже. Но я поняла, в чем большой минус. Секрет того, чтобы у вас прижился рододендрон. Обязательно нужно замочить ком и его нужно растормошить. Прямо разрезать. Я поняла, что если так не сделать, рододендрон сидит вот в этом комке и у него корни настолько оплетены, что они не могут идти в бок. То есть он не развивается и начинает угнетаться. То есть его по максимуму нужно растормошить и обязательно замочить. Вот у меня было несколько раз такое, что они у меня просто засыхали. Видимо, от того, что ком такой вот плотный, если ты его как следует не замочишь и не растормошишь, то есть он погибает. Вот. И вот, смотрите, большой. Как себя прекрасно чувствует. Вот. Мне прям нравится. Я смотрю, цветочных почек будет много. Восстановился у меня он. Потому что в один прекрасный год он у меня очень сильно, именно на ярком солнце, сгорел. И у меня оставалось тут буквально две или три ветки. Все остальное пришлось вырезать. Это было вообще ужасное зрелище. Я думала, что все, он никогда не восстановится. Нет, восстановился. Достаточно пышный стал. Вот. Сейчас баданчик у меня отойдет. Будет такой зелененький, красивенький. Так, смотрите, у нас, я еще повторюсь, у нас на неделе будет заморозки. И гортензию крупнолистую я пока оставлю. То есть вот у нее есть продух. Пусть она дышит, но полностью снимать укрытие не буду уже со следующей недели. Тогда сниму пленку и отогребу листья. Пока она пусть стоит с листьями и в таком виде. Хотя, конечно, на этой неделе у нас была жарко до 20. Вот я ее оставила так. Но не буду снимать. Лучше перебзить. С ней ничего не будет, и она не сопреет. Здесь мне надо поработать. Это у меня хвосты. Ой, сегодня ветер. А у меня еще обработка профилактином. Вот, смотрите, красота. Уже потихонечку становится все зелененькое. Все укрытия страшные сняли. Скоро вот здесь вот порядок мы ведем. Все вылезет. Вот. Прудик оттаял. Постоянно туда все налетает. Уже замучаюсь чистить. Ветер сильный. Я вчера гораблями тут пособирала листву. Но вот на этой такой красивой ноте Я хочу с вами попрощаться. Вот здесь у меня пеночки сидят. В прошлом году осенью сажал, пока что-то не вылезает. Знаете, какая красота. Прям пакетик. Ну все. Всем хороших рабочей недели. Удачных урожаев. Всем пока-пока. Ну, участок начинает преображаться. Мне прям глаз радует. И я хочу еще больше хвойников. Чтобы вот когда вот в межсезонье все-таки красиво смотрится. Когда у тебя зелень и луковичные. И еще больше луковичных сажать. Больше, больше, больше. Вот. Не люблю тюльпаны. Люблю крокусы, нарциссы. Скорее надо будет еще и засаживать. Чтобы их было много-много. Чтобы прям полянки у меня были. Все. На этом всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok